Революция страшна. Революция 1917 года была особо страшна, и кровь эта существовала, и она лежала на тех, кто ее проливал. И Дзержинский занимался не только тем, что все время беспокоился о жизни беспризорных, хотя и этим он занимался тоже, и очень талантливо. И не только тем, что подавлял реальную уголовную преступность, чего у нас до сих пор сделать не могут, хотя и этим он занимался, только очень талантливо. Он занимался страшными вещами, и все это понимают. И вроде как на революции есть вся эта кровь, а на самом деле ее нет. Ни одной капли ее нет на революции 1917 года. И вот почему. В классическом смысле этого слова Великая Октябрьская революция с 1917 года не была революцией, в отличие от Великой Французской буржуазной революции. Почему? Потому что к моменту, когда она осуществлялась, все все проиграли. Всегда и во все века вся ответственность за кровь, которую проливают во имя победы и которая оборачивается поражением, лежит только на власти. За тот ужас, который состоялся во время Первой мировой войны, не может отвечать Ленин или Дзержинский или кто угодно еще. За него отвечает царь Николай II, Алиса Гасинская, Александра Федоровна, царица и вся правящая Камарилия, а также весь правящий дворянский и буржуазный класс. Они отвечают за всю кровь, они отвечают за эту мясорубку Первой мировой войны, они отвечают за то, в конце концов, что во время этой мясорубки возникло 10 миллионов оттренированных на кровь мужчин, которым вручили винтовки и научили не бояться убивать других и умирать самим. 10 миллионов человек знали, что у них в тылу умирают дети и жены, 10 миллионов человек кормили в шеи в окопах, как потом сказал Ленин, либо в шеи уничтожат социализм, либо социализм уничтожат в шеи. И он был прав. 10 миллионов людей были готовы на все, и создал это не Ленин, который сидел в Швейцарии. В 1906 году, в начале 1907, Ленин написал, что если вариант Бисмарка удастся, и Столыпинская модель возобладает, Россия не увидит революцию десятилетиями, возможно, и столетиями. Потом, после третьей июньской думы, он сказал, что все, теперь все в порядке, теперь, наверное, революция будет. За несколько месяцев до февраля Ленин еще говорил, что я не убежден, что наше поколение увидит революцию и какие-нибудь хотя бы демократические преобразования. Страшная мировая катастрофа, показавшая вдруг невероятное исчерпание мира, была сотворена не Лениным, не Розой Лексенбург, не Калантай, не Свердловым и не Дзержинским. Она была сотворена правящим классом. Затем этот класс позорно капитулировал ни в эпоху Павла Первого, ни в какую-либо другую эпоху кровавой российской истории, истории Российской империи. Никто не подписывал отречение. К Павлу Первому пришли, и он сказал, вы можете убить меня и сделать со мной все, что хотите, но я умру вашим императором. Но здесь все было по-другому. Исчерпание было так велико, неспособность что-либо делать была так очевидна, что все было сдано правящим классом и его верхушкой. И нет большего греха власти, я, к сожалению, тут могу сказать, что очень многие неверно читают великого философа и политолога Макиавелли. И считается, что он вообще сказал, все, пожалуйста, творите любой цинизм, когда вы боретесь. Он сказал о другом. Когда страна гибнет, то от государя спрашивают не его моральные добродетели, а его состоятельность в плане управления страной. Была проявлена чудовищная несостоятельность, которая всегда является главным грехом любой власти. На фоне этой несостоятельности, подкрепленной несостоятельностью других групп. Церковь отреклась от императора, вся аристократия отреклась от императора, все разбежались, как углы по тараканам. Те, кто, так сказать, родственники тех, кто теперь претендует на престол, разгуливались с красным бантом и называли себя чуть ли не коммунистами. Мы же знаем это. Так вот на фоне всего этого распада чудовищного и всего остального, буржуазному классу России, который был в тысячи раз лучше, чем нынешний буржуазный класс, отдали кардланше, сказали, делай, что хочешь. Терещенко, Львов, Керенский и все остальные, делайте. Спасайте ситуацию. Где был Ленин, его в микроскоп никто не видел. Какой Ленин? Все надеялись, что теперь, получив полноту власти, этот буржуазный класс, этот, скажем так, Навальный своего времени, наконец, разберется, как повар с картошкой, со всем, что происходит. И что же наковырял этот буржуазный класс за те огромные, так сказать, месяцы страшные, трагические, заполненные кровью, ужасом и ожиданием людей, которые ему были отданы? Ничего. Французская буржуазия пришла к власти, так сказать, 14 июля 89 года. Прошли месяцы, и она уже собрала национальное собрание. Когда в 93-м году ситуация изменилась, все необходимые меры по деревенской реформе, по реформе земли и по всему прочему, были проведены в несколько месяцев. Здесь вязкая, корыстная, ленивая, полусонная деятельность, так сказать, масса болтовни. Ни одного реального дела, растерянность людей, которые сегодня надеются. Как на Бога на тебя смотрят. Через две недели смотрят, говорят, кто ты такой. А еще через четыре недели начинают поворачиваться и сказать, а кому, кому прийти-то? Где нет никого? И смотрят сюда, сюда, сюда. Но здесь, я не знаю, как-нибудь белочка, плохая белочка, зайчик плохой. Тогда они уже смотрят на муравьев, потому что куда-то надо отдать надежду. Приползает один такой очень боевитый муравей, выходит и говорит, есть такая партия. Все говорят в этот момент, что в России нет такой партии, которая может взять на себя ответственность за страну. И Ленин вдруг говорит, есть такая партия. Вообще неизвестно, что он говорит. У него реально в руках, сколько я это не изучал, другой цифры назвать не могу, максимум 35 тысяч человек, максимум. И тогда вся надежда с каждым месяцем начинает делегироваться этому муравью. И муравей начинает вырастать, вырастать, вырастать. К этому моменту страна рушится, ее вообще нет. Говорят, гражданская война страшная, вещь спорить не буду. Но есть вещь пострашнее гражданской войны. Она называется смута, исчерпание и конец исторической жизни. Вот это наступает, и надо понять, какая это кровь. Когда в каждом уезде свои махно. И своя преступность начинает, так сказать, заворачивать в свою сторону. А над этим, над всем, как бы так сказать, парятся, так сказать, холодные взоры иноземцев. Наконец-то потирающих руку, что все кончилось. Что в этот момент делают большевики? Что находится в их руках, кроме слова? Ничего. Они проявляют невероятный исторический талант с точки зрения решения всего того, что составляет вот эту насущную боль страны. Они ее угадывают. Они где-то там рядом с этим народом. Они не оторвались еще от него. Они понимают, чем он живет. Они говорят то, что ему нужно. Каждый раз, когда идет очередное наступление белых, и эти белые уже подходят к городу, собираются ревком и говорят, значит так, ну вот у вас тут 12 человек, ты идешь на мукомольный завод, ты идешь в депо, ты идешь куда-то, а ты идешь туда, а ты идешь в гарнизон. Идут люди, за которыми нет ничего. И очень часто люди, так сказать, формально не русские. Они идут и начинают говорить скептической, озверевшей, как бы ничему уже не верящей, растерянной и ненавидящей массой. И через 20 минут эта масса берет винтовки и идет в бой, умирать. За страшный 18-19 год большевики заново собирают Россию. Они идут в каждую очередную точку. И говорят, надежда есть. Да, старая историческая жизнь, старое государство плохое, но есть новое. Мы вам его предлагаем. Не отказывайтесь от исторической государственной жизни. И люди, уже отказавшиеся от нее, возвращаются к этой жизни и подтверждают свой возврат, готовность умереть. Так, за несколько лет была заново собрана Россия, которую преступно уничтожили два правящих класса. Феодальное дворянство, которое было уже на исходе. И русская буржуазия, которая была на подъеме, была исполнена невероятных амбиций и в невероятно короткий срок растранжирила все, что могла. Историческое преступление этих двух классов заключалось в том, что после того, как они начали брать на себя по очереди готовность управлять Россией и проявили фантастическую преступную импотенцию, после этого Россия не стала. И большевики действуют не по революционной логике. Мы хотим новой жизни и поэтому будем проливать кровь. А по логике спасителей, которые говорят, историческая жизнь кончилась, а мы попробуем ее восстановить. Потому что мы знаем, каким ужасом обернется то, что мы ее не восстановим. Но мы не можем ее восстановить, не предложив русскому народу и другим народам новые надежды, новые принципы исторического бытия. Все новое, потому что все старое умерло. И никто за это старое не пойдет. И вот этот святой, великий подвиг на крови, совершенный большевистской партией в 1917 году, восстановивший и воскресивший Россию, собравший ее после преступного разбазаривания и сумевший не просто собрать, но после этого еще и действительно наполнить новым содержанием, таким мощным, что в 1941 году она стала давать отпор фашизму. Говорят, что советский солдат плохо воевал в 1941 году и советская армия. Я всегда повторял, что в этом случае надо сказать, какая армия воевала хорошо. Наверное, французская. Но только советская армия пошла первый раз в контратаку 22 июня 1941 года, а французская армия не пошла ни разу вообще. Они сумели сделать целое поколение, которое потом фактически было выбито. Из парней, ушедших на фронт 22 и 23 года рождения, назад вернулось не более 3%. Поколения не было. Мы не знаем в сущности, чем бы окончился советский эксперимент в мирное время, потому что не было возможности подтвердить, что было. Сидит класс. Может быть, один парень вернулся, а класса нет. Этой ценой было куплено освобождение человечества. Этой ценой был окуплен следующий виток исторической жизни России. Вот кем были люди, которые сумели это все сделать. Они были спасителями. Они даже в строгом смысле слова революционерами не были. В отличие от Робеспьера до Антона Марата и других. Они были просто спасителями, потому что они пришли не конкурировать за то, будет ли Франция феодальной или будет ли она буржуазной. Они пришли, а Франции, их Франции под названием Россия уже нет. Они пришли на ее небытие полное. Мы переживаем сейчас тяжелейший момент в нашей истории. Медленно и неуклонно страна катится к черте своего исторического небытия. Она катилась к этой черте очень быстро, до 2001 года. Начала катиться чуть медленнее после этого, но она продолжила катиться в свое историческое небытие. Это ощущение того, что падение было стремительным, а потом стало чуть более медленным, оно преисполнило всех какими-то надеждами. Люди, поняв, как снизилась скорость падения, не поняли, что это все тоже падение. И что оно не может быть другим. В 2011 году падение должно было снова стать быстрым. И вот сейчас только совсем безграмотные люди или такие слепые начетчики не понимают, что в 2011 году боролись не Зюганов, а Путин, а боролись Медведев и Путин. И это так очевидно после всего рассказанного, что дальше некуда. И поддержавшие Путина поддерживали Медведева. А разницу между одним и другим мы увидели лицезрея, ливийский и сирийский вариант внешней политики. И если кто-то мечтает, еще раз о ливийском варианте, когда мы еще раз, так сказать, предадим страны, которые нам поверили и позволим захватчику, так сказать, нагло растаптывать зародыши, так сказать, какого-то исторического бытия других народов, так сказать, и демонстрировать, что он есть все, а все остальные есть ничто. Пожалуйста, милости просим, можно испытать еще раз ливийский вариант. Только нам не хочется. И мы видим разницу. Мы понимаем при этом, что внешняя политика, как бы, так сказать, может быть после 2011 года и наполнена неким государственным содержанием, но внутренне политика продолжает быть либеральной, а значит, обрекающей страну на распад. Продолжение следует...